В своем традиционном обращении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что президент России Владимир Путин объявил наступивший год годом семьи и рассказал о конкретных шагах, которые предпринимает наш город в интересах материнства и детства. Например, в конце прошлого года был увеличен размер прожиточного минимума. В 2024 году он составит 16 535 рублей. Горожане, чьи доходы окажутся меньше этой величины, смогут рассчитывать на получение различных мер социальной поддержки. Мы на 9,5% увеличили прожиточный минимум с 1 января. Меры социальной поддержки для соответствующих категорий станут еще более доступны. Это выплаты детских пособий, назначение доплаты к пенсии пенсионерам, выплаты государственной социальной помощи и другие. Город определился с квотами на предоставление путевок в организацию отдыха детей и молодежи в 2024 году, а также со стоимостью таких путевок. Направим на эти цели 3 миллиарда 538 миллионов рублей. Также губернатор отметил, что в наступившем году удалось сохранить ключевые льготы для поддержателей единой карты петербуржца. Это скидки при оплате школьного питания, проезда в метро и в наземном транспорте. С 1 января по 31 декабря стоимость одной поездки в метро по карте петербуржца составит 47 рублей. С 1 января 2024 года поменялся механизм предоставления кредитных каникул. Отстрочку платежа можно получить при снижении доходов более чем на 30 процентов, но однократно и только по одному займу. А также если размер кредита не превышает максимуму установленного правительством России. При этом каникулы не положены банкротам, участникам исполнительного производства и тем, кто уже воспользовался такой возможностью во время пандемии. Приостановить платежи можно на срок до 6 месяцев. В этот период, к сожалению, будут начисляться проценты, но при этом не нужно будет именно регулярно вносить платежи кредитору. Это такая небольшая передышка, которая призвана дать какую-то возможность отсрочить свои выплаты для того, чтобы стабилизировать свое финансовое положение. В период кредитных каникул не отчисляется неустойка, как штрафы, так и пение, а также кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Добавлю, что сведения о предоставлении кредитных каникул остаются в кредитной истории, но не ухудшают ее. Банковские накопления петербуржцев за год выросли на 26 процентов. Такие данные приводит Центробанк. Всего к 1 декабря 2023 года на счетах горожан находилось 2,8 трлн рублей. Приток средств в банке усилился в октябре прошлого года. В целом, увеличение интереса к накоплениям объясняется ростом ставок по вкладам на фоне повышения ключевой ставки. К примеру, на конец ноября ставки 10 кредитных организаций, которым удалось привлечь наибольший объем депозитов физических лиц, составили 13,6 процента. Повышенным спросом, как отмечают эксперты, у жителей Петербурга пользуются наиболее доступные классические банковские продукты. Это вклады и накопительные счета. Сегодня Банк России выпустил в обращении новый тираж золотой инвестиционной монеты Георгий Победоносец номиналом 50 рублей и серебряный номиналом 3 рубля. Каждая изготовлена в количестве 500 тысяч штук. Покупка монет из драгоценных металлов – один из популярных способов сохранения своих сбережений. Но важно помнить, что это инструмент долгосрочных вложений, показывающий хороший доход в течение 50 лет. Приобрести такие инвестиционные монеты можно на госзнаке и в коммерческих банках. С этого года в России вступает в силу новая редакция закона о занятости населения. В нем впервые подробно уделяется внимание самозанятым, усиливается защита безработных и меняются некоторые правила трудоустройства. Милена Иконикова продолжит. Прежнему закону о занятости населения почти столько же лет, сколько и мне. И хотя периодически туда вносились изменения, именно сейчас у них более глобальный характер. Теперь документ точнее отражает особенности современного рынка труда. Например, впервые уравняли права всех получателей профессионального дохода. На максимальное пособие по безработице могут претендовать не только наемные сотрудники, как раньше, но и самозанятые, и ИП, если они закончили деятельность. Главное, чтобы гражданин в предшествующий год до обращения в службу отработал не менее 26 недель. Очень много граждан задействовано в службе такси, курьеров и так далее. Это все является подкорменной занятостью. Ранее эти граждане, по сути, не имели такого статуса, как работа. То есть, это являлось какой-то подработкой, и они не могли претендовать на получение максимального пособия. То есть, это не считалось каким-то официальным доходом, это им даже препятствовало. А сейчас пособия даже будут индексировать каждый год, чего раньше не было. По всей стране его размер одинаковый. Пока это полторы тысячи рублей минимум, а максимум почти 13. При этом безработным впервые разрешается подрабатывать пять дней в месяц по договору ГПХ. И статус все равно за ними сохранится. В Петербурге его на данный момент имеют чуть менее 12 тысяч человек. И это рекордно мало. В службу занятости в целях поиска подходящей работы чаще всего обращаются женщины. Их доля составляет 60,5%. Что касается возраста, это чаще всего люди среднего возраста, от 30 до 49 лет. При этом средний период трудоустройства составляет менее двух месяцев. Также появляется индивидуальный план содействия занятости, в котором для безработного прописывается вся доступная для него помощь. А также необходимые шаги для трудоустройства. Это такая методичка со сроками, правами и обязанностями. В свою очередь, те, кто уже работает, могут рассчитывать на контроль со стороны государства. Будут созданы комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Сегодня есть подобные комиссии в каждом субъекте, но они созданы решением самого субъекта. По данному закону, это все-таки комиссия, которая будет работать на основании федерального закона. Это уже совершенно другие вещи, это уже более-менее понятные полномочия. Комиссия официально сможет получать очень много информации из разных структур, подчеркиваю слово, официально. Отдельная глава в законе посвящена содействию занятости инвалидов. Прописаны квоты по их трудоустройству, но теперь каждый субъект вправе будет определить свои цифры. Процесс взаимодействия соискателя со службой занятости в дальнейшем предполагается сделать полностью цифровым. Речь не только о размещении личных дел соискателей на портале Работа России, но об обязанности компании публиковать данные по открытым и закрытым вакансиям. Мелена Иконикова, Вадим Вагапов, телеканал Санкт-Петербург. В завершении выпуска официальный курс валют на завтра. Китайский юань 12,59 рубля, доллар 90,40 рубля, евро 98,98 рубля, дирхам Объединенных Арабских Эмиратов 24,62 рубля. Коллеги, у меня все, передаю вам слово, спасибо. Об экономическом развитии северной столицы рассказала Ольга Петровна. Продолжение следует...